Так, я уже выбралась из дома, все убрала, все поделала, даже больше, чем ожидала. Но я думала, что закончу раньше, но начала то, то одно за другое цепляется. Сейчас я отправляюсь в банк. Короче, Сбер вообще оборзел просто напрочь. У нас сегодня день платежа по ипотеке, ну и, короче, в итоге по графику платежей у нас одна сумма, а пришла смс-ка на все на другую сумму. То есть, причем и разница, извините, существенная, почти 10 тысяч. Я вообще не поняла, откуда этот платеж взялся. Причем, как бы мы уже собираемся платить его. И тут буквально вчера, да, вчера пришла смс-ка. Я позвонила у банка, они мне не могут дать понятного ответа. Говорят, лучше туда едьте с графиком платежей и разбирайтесь на месте. Почему я это просто убила? Сережа сейчас на работе, на подработке, можно так сказать. Сегодня он буквально до двух часов, наверное, должен уже прийти домой. И мы пойдем докупать последнее Владику в школу. Надо еще кроссовки купить. Ну и, соответственно, канцелярию и все. Так что это вообще еще ничего не покупали. Ой-ой-ой-ой. Так, сначала, сначала, сначала зайду еще в магазин. Там уже поближе поснимаю. Итак, девчонки, сейчас освобождала место на камере. Блин, и удалила начало сегодняшнего влога. Короче, с утра я рассказала о том, что я собираюсь убираться. В принципе, как вы уже поняли из предыдущей части, что Ладина на тренировке и Сережа на работе, на подработке. Качела, но не суть этого. Побыла я сейчас в банке в Сберии, в нашем любимом, нашем родном. Как же я его не наившу? Сколько же уже проблем он нам принес? Просто вроде бы взяли ипотеку, вроде бы все хорошо, оформили. Как я сказал, что сегодня у нас дата платежа, в течение сегодняшнего и завтра дата платежа у нас. И, короче, у нас приходит долг, плюс 10 тысяч в основной сумме долга. Я чуть вообще, честно, заикаться не начала. Думаю, откуда, что? У нас не было ни одной просрочки, у нас не было ничего. Откуда здесь эти лишние 10? Здесь нет, нормально нельзя, ведь и машины едут. Прихожу к Сбербанку, сначала мне послали в одно окно, то есть золоталончик меня вызвали в одно окно. Подаю ей все наши документы, подаю ей паспорта, все она сверяет, проверяет. Сначала я прислала мне какую-то чушь у вас с платеж 19-го числа. Я говорю, девушка, вы что, вы надо мной издеваетесь? Я говорю, какого 19-го числа у нас платеж? Я говорю, вот перед вами лежит наш график платежей. Говорю, какого 19-го числа у нас отродясь такого не было? Она замолчала, причем без объяснений, без всякого, просто замолчала. Вот у вас долг. Я говорю, хорошо, откуда у нас долг взялся? Объясните мне, пожалуйста, у нас долг. У нас нет ни одной просрочки, у нас нет никаких там, не знаю, ничего абсолютно, откуда у нас мог взяться долг почти в 10 тысяч рублей. Она копалась, 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 ковырялась, ковырялась, искала, искала, искала. В итоге она ничего не нашла. Говорит, идите в другой кабинет. Ну, елки-палки. Естественно, я уже такой злющий, потому что они сами не знают вообще, откуда этот долг взялся. То есть он у меня есть, но откуда, он непонятно. То есть он висит и у них в компьютере, и все. То есть и у нас онлайн-банк, он висит. Я пошла, соответственно, в другой кабинет. Там простояла в очереди, прождала. Зашла. Она начинает смотреть документы. То есть по документам у нас все правильно, ни одной просрочки у нас нету, ничего у нас нету, все внесено вовремя. Долг висит. Откуда долг почти в 10 тысяч, непонятно. Начинаем с ней разговаривать. Она говорит, ну, вспоминайте, может быть, у вас когда-то что-то было. Я говорю, ну, у вас перед вами же компьютер просто стоит, говорю, у вас нет ни одной просрочки, что все уплачено вовремя, как что мне вспоминать. И потом выясняется такая система, там лазила-лазила, копалась-копалась-копалась. Когда в мае месяце Сережа делал страховку, он приносил сюда документы. И молодой человек просто эти документы не отправил. И вот в мае месяце у нас идет долг за страховку, то есть чтобы мы не предоставили документы в офис банка, то, что мы не сделали страхование, сам в первую очередь, имущество. То есть у нас только по договору прописано, что за страхование имущества должно быть обязательно, но и страхование жизни и здоровья. Ну и, короче, в итоге, я говорю, мы приносили грудь, у нас такого числа была сделана страховка, то есть такого-то числа мы приносили документы. Сережа сам лично приносил эти документы. Пошли, Сереж кому-то сдавал, уже звоню ему в телефон, а он мне объясняет такому-то молодому человеку, она все поняла от кому, пошли к нему. Его на месте нету. Ну и, короче, в итоге вот этот долг у нас вырос за страховку, которую мы давно сделали, которую документы мы сдали в банк. Ну это вообще бред просто сумасшедшего. У таких сотрудники банка, Сбербанк у нас работают. Просто отвратительно и вообще отношение к клиентам. Ну и я как бы не то, что это так не оставлю. Она мне сказала, что я, она, кстати, мне все же все документы переслала на Viber, я переслала ей, соответственно. А если что, отзата, там, отзата потребуется подвести оригинал, то, типа, придется привести оригинал. Ну и, соответственно, я уточню данный вопрос, как это так, извините, а что, сотрудник останется безнаказанным за это? Я, честно, я не такой человек, чтобы там сказать, что там, да, увольняйте его, там, выкидывайте, лишайте его премии, но, извините, это такие вопросы. Почему я должна переплатить лишние 10 тысяч? А вы знаете, такая бабушка, такой дедушка, он не пойдет разбираться здесь, но он заплатит и заплатит. Просто ни за что, по факту. Просто они насчитали за то, что этого просто не существует. Короче, бред, 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 бред. Я еще по пути заходила в Райфайзингбанк. Очень хотелось бы сделать туда рефинансирование нашей ипотеки, но, к сожалению, пока у нас это не получится, пока Сережа официально не работает. Об этом можно забыть на ближайшие полгода точно. То есть, если он сейчас устроится официально, то полгода надо, чтобы он на этом месте отработал. Только тогда уже браться за рефинансирование ипотеки в другой банк. Это же с Бером, ну, честно, ты просто какой-то звездец. В другом это не скажешь. Так, все, теперь я отправляюсь на остановку. Поеду сразу до спортмастера. Там мне будут дальше Сладик и Сережа. Это плохо, что Сережа к этому времени уже пришел домой. Это было бы как Артина Репина. Я без документа на страховку, потому что просто не могла подумать об этом, что это может связано именно с этим быть. И потом пришлось бы все мотаться домой, брать документы и ехать назад, сразу и привозить. Так, все, бегу на остановку. Я уже в спортмастере. Владимир тоже сегодня не зарывался еще. Купили Владику. Я только подъехала, они уже раньше меня позвались в магазине. Пока мама ехала. И футболку Владику. Ну, блин, я как бы... Ну, блин, у мамы хорошая скидка. Отличная. Отличная скидка. Если выбрать, то в Брату лучше, конечно, не будет. Ну, а бутся? А сейчас зима впереди. Это впереди, там впереди. Можно их демиксом обойтись потом. А? Демиксом можно обойтись, Лазовым. Ну, сейчас на поле играть, франк-омеречить на поле будет. Вот и... Ты точно не добудь, Сладик? Бутся покупаем, 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 покупаем. Куда они испаряются, я не понимаю. Не, не, вот и... От цвет поля. От цвет поля? Чтобы без ног бы бегал, сливался с травой. Ага, десять. Десять, ага. Где? Ну, такие же, да. Блин. А это Меркуриево, это темпо. Тоже мы делали 400. Эти Меркуриево брал, да? Да, какие-то были, да. Меркуриево, он не хочет. Да, 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 вот такие у нас. Темпо. Темпо. Какая разница вообще, какие срокодушки? Вон их не было удобно, это мое личное мнение. Все, вышли мы из спортмастера. Заодно купила детям, не граники илюшки, футболки в садик. Сейчас начнется же, сейчас культура каждый день. Жарко. Острожили у нас на свои бутсы. Вот я у них вообще не рассчитывала в этом месяце явное. А я рассчитывала. А где я рассчитывала, Владик? Вот это папа тебя все балует бутсами, с только ножками. И то, те, которые мы смотрели, в итоге не было размера. Там 35,5 самый большой был. Разобрали. Разобрали, я что-то хотел. Так, Сережа пошел домой с пакетом из спортмастера. А мой с Владиком на рынок за носками. Мы тебе носки только здесь покупаем, да, Латень? У одной женщины. Да, так он закрывается. Все. Пошли нам туда вот через дорогу прям по прямой. Жалко, нельзя пройти. Теперь за канцелярией. Кстати, очень нравится этот магазин, Чикросс Хаус. Большой выбор. Есть все, что нужно для школы. Все там есть. Да. И, ну, цены вполне приемлемые. А у нас еще есть там скидка, как многодетным. Тоже очень приятный бонус. Все. Купили мы все. Вроде бы все. Ну, конечно, не все. Там еще надо бы обложки покупать, там на учебнике. Тестрадки, на атласы. Понятное дело. Пусть кожа уже. Средная бумага. Наверное, еще надо будет докупать. Картон. А основное все закупили. Пошли домой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Что ты такой уставший? Ководки вазы возил, Ладик. У меня же ноги подкашиваются. От чего? От чего? А вазы не подкашиваются. Логика, да? Прят. Ага. Заходи. Сейчас, Ладно, назовемся. Так. 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 Ну, покажи давай. Ну, вот. Это то, что мы купили. Да, то, что мы купили ему бутсы, Ладику. Ну, взяли белые. Сказала, что того размера не было. А тебе я бы хотела, тебе кажется. Не нравится? Вашли? Давай сдам. Нет. Ну, так просто говоришь. Не, здорово. Классно смотрится на ноги. Удобно, Владимир, на ноги? Не знаю. Ну, до следующего лета должно хватить, по идее. По размеру имею в виду. Если не угрохает их раньше. Футболку покажись, Тань. Вот такая красивейшая футболочка. Красивейшая футболочка. И взяла мелким нашим футболке. Это в садик на физкультуру, как я говорила, Демиксы. Вероники и Илюшки. Две. Так, это все здесь в спортмастере, все, да? А, еще школу, что было, покажем отдельно. И он носков. Вот одних носков на 800 рублей. Вот сходи в магазин, называется. Вероники, Илюшки разных. И Владику. В школу. В школу, так, на улицу. Разные, разные, разные. Что там? Классные, нравятся. 30 шипов. Замечательно, убирай их. Так. Все, что там колдует в телефоне. Оплачивает ипотеку. Как я говорила сегодня. Паша, что ли снимать с тобой покупки в школе? Нет. Да, да, да. Илюшки, грязные, чумазые. Что? Что такое было сейчас? Что было за дурдом такой? Вероника, ты так можешь сделать? Не знаю. Так, подымай быстро коробку. Все попил? Да. Сейчас мусорку выбросишь. Ау. Мусорку выбросишь. Молодец. Как ваш день прошел в садике? Круто. Круто. Куда ты? Нет, мы пойдем туда. Пошли туда. Нечего здесь ходить в садик. Саду писать хочу. Мы пойдем. Как обычно. Магнит. Пойдем, мы зайдем посмотрим тапки, Илюш, тебе в первую очередь в садик. А мне. Ну, а теперь сейчас посмотрим по этому. Так, кабучки. Если мы найдем что-нибудь, то, что твоя госпитальница сказала, тогда... Кабучки. Да. Я говорю, можно купить тапки? Ну, я сейчас вам покажу, какого плана. Говорит, типа, только должен быть каблучком. Типа, не на плоской подошве. Ну, сейчас будешь смотреть, что-то такого плана, что можно найти не на плоской подошве. Ты уже успокоишься или нет? Пошлите. Купила в Веронике сандалии, такие самые обычные, чисто в садик ходить. Ну, в садике ходить, я имею в виду. Пошлите. Илюш, они тебе велики, очень-очень сильные. Пистолет. У вас есть водный пистолет, и все валяется. Все, все, все. Пошли с тебя до магнита. Первое слово. А почему мне ничего не купили? Вероника достала свои носки. Или я сразу же, а почему мне ничего не купили? Опять футбол. Я знаю еще. Что тебе не нравится? Вот твои еще. Все, все довольны. Вот твои еще. А где мы еще? Все, остальное Владико. А вот твои еще, Илья. Остальное Владико. Все. Давайте мерить носки. Не надо их мерить. Все, он вам что-то берет. Завтра пойдешь не в садик. Завтра, дочь. Красиво. Да, все, убирай. Мэр, я такие... Ну, на день на день на Алюшинах хотела. А? Да, завтра у нас, кстати, рано подниматься. Завтра у них начинается три дня турнира. Дочь, не трогай. Завтра, задайте. Уберите свои грязные нули с дивана. Грязнющие у всех. Пылющие. Кошмарные. Да, ужасно. А сколько утра? Полвосьмого играла? Ой, полвосьмого. Из дома выезжает, да, уже? Восемь. Восемь пятнадцать уже сбор. Сбор. Вот про тебя забыли, да? Назги надо. Мама, а это мои? Да, твои. Мастолько много носков. Нашатка. Только ты мне приехала. Убирай вот сайтов, сайтов, корзиночку. Они, кстати, хорошо. Гер. Ай-яй-яй. Так, убирай, Илюша. Убирай все. Зашли мы магнит. В принципе, как и я. Купила опять корм. Не знаю, у нас что столько много корма стало на кошек расходоваться. Просто ужас. Вчера покупали, сегодня купила опять. Сметану взяла, Авида. Это Затарбадик у с собой и дорогу. Вот это, на турнир. А у него? Да. А ты ему купила? Еду? Ну, я с бодерброда сделала, хлеб купила как раз. Клобаску купила? Клобаску у нас есть вчера. Клобаску. Десяток и два, два десятка и скача. Одни взяла такие. Ебалки. А другие взяла такие. Показывай, что уже я это. Я показала уже йогурты. Только что не могу понять. Фирма, получается, они вообще абсолютно разные. Но такие были одни и стояли друг на друге. Но я думала, что нет. Поставь, 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 поставь. Тут белые, которые мне очень-очень понравились яйца. А эти какие-то, не знаю. Но они тоже хорошие, поэтому крупные я ее веду. Но как на... Внутри не представляю. Еля, положи, пожалуйста, пока вы их не побили мне. Все. Сейчас. Пару это не пить? Это, да. На, еще йогурты убирай. Сколько там? По две штуки. Это Владика. И ванана взяла Владику с собой. Ну, чего Владика еще много? Что Владику много? Еля, рассыплю. Ну, бананы. Это же надо Владику там целый день пробыть. Надя, папе, покажи свои. А, сейчас шлюп. Блин, а мне... Ну, не было на тебя, Ильюш. Не было. Не было размера. Ты же виделся. Дай мне все чек. Сам прекрасно. Вот, наверное, ты. Деловой, деловой. Все сам, сам хозяин. Пока не... Разбил мне хозяин. Я не сказал. Спасибо. Что, Герда? Достал окошку, что она тебя рычит? Достал окошку. А сама не достала ее. Достал окошку, что на нее окошко рычит, он ходит. А, кусачка, кусачка наша. Сегодня я ее выгуливала. То есть, ну, мы сначала пошли вместе с детьми. Погуляли с Дианой, с Лерой. Затем детей отправила домой. К Сереже он их пока помыл, покормил. Это я помыла. Ну, вы помылись, Дан. Вы что, самостоятельные? Куда ты мне место освобождаешь? Я тебе дам, Владик. Я не знаю, что я, наоборот, подвигаюсь. Тебя комары покусали. Не прыщом, а прыщей. Комарики, комарики покусали, Ильюшку. У нас так дома комаров нет. Комары на улице вечером погрызли. Кстати, как ни странно, у нас вообще комаровы пятый этаж. Но у нас их нет дома. Это единичный случай, когда у нас там дома залетал какой-нибудь комар. Мы не поймете. У нас осы летают в доме. Осы? Может, оса. Может, осы. Ну, когда она открыта, бывает, что залетает, конечно, с балкона. Ну, а так, в принципе, я говорю, комаровы именно. Да, Герда, успокаивайся. Все, на, на твою игрушку. Тапок мой покой оставь на свою игрушку. На, скорей, на, на, на. Не отдам я тебе мой тапок. Что ты делаешь, а? Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? А как она будет с людинами бегать? На. А если мы ее с собой в людином возьмем, как она там будет везти? Да, мы еще не знаем, или поедем, или не поедем. Еще ничего неизвестно вообще. Так, все, давайте спать. Это тяжелый день. Владика. Да, начало от турнира. Турнир очень тяжелый. Будет. А, дай. Наверное, Владик завтра поедет с медалей. Завтра турнир на три дня, во-первых, начнем с того, что с медалей он зато точно не приедет. С медалью, а не с медалей. А, во-вторых, все, давайте спать, потому что это рано, очень с ней подниматься. Давай, Владисечка. Все, всем хорошего настроения, всем пока-пока-пока. Металя.